Россия на военную мощь затормозил процесс ядерного разоружения. Это заявил президент США Обама, выступая по итогам саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. Очень трудно добиться огромных сокращений ядерных арсеналов, если США и Россия, обладающие крупнейшими запасами ядерного оружия, не проявят готовности показать пример остальным. Я как президент выступаю за дальнейшее ядерное разоружение. После того, как мы завершили с Москвой работу над соглашением Старт-2, мы обратились к россиянам с предложением рассмотреть следующий этап сокращения вооружений. Однако из-за избрания Владимира Путина на пост президента в 2012 году и его упора на военную мощь, а не на внутреннее развитие страны, мы пока не видим того прогресса, на который рассчитывали. Отмечу вам, Россия на саммит в Вашингтоне не поехала, заявив, что его политическая повестка уже исчерпана. Всего же в нем приняли участие более 50 мировых лидеров. Основными темами стали атомные угрозы со стороны Пхеньяна и риск попадания ядерных материалов к террористам. Участники встречи договорились о противодействии этим опасностям. Впрочем, никаких новых громких заявлений в Вашингтоне так и не прозвучало. Одной из главных интриг саммита оставалась возможность двусторонних переговоров Обамы с турецким президентом Эрдоганом. В Белом доме заявляли, что американского лидера слишком плотный график. Наблюдатели сочли это признаком охлаждения в отношениях Вашингтона и Анкары. Однако беседа все-таки состоялась. Выступая на заключительной пресс-конференции саммита, Обама заявил, что отношения с Турцией, несмотря на большое количество разногласий, важны для США. Но предупредил, давление, которое Анкара оказывает на свободу прессы, может привести, цитирую, к очень печальным для страны последствиям. Этот саммит по ядерной безопасности был четвертым с 2010 года и последним. Его участники договорились создать контактную группу, которая будет встречаться раз в год и следить за выполнением принятых ранее решений. Ну и подчеркнули, что ключевую ответственность за процесс ядерного разоружения должно нести Международное агентство по атомной энергии.